Уважаемые коллеги, мы начинаем с ремонта подписания совместных документов, после которой состоится совместная пресс-конференция. Заместитель генерального директора, директор Блока международной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Николай Николаевич Спасский и министр иностранных дел Республики Парагвай Эладион Луисага подписывают меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией по атомной энергии Росатом и Национальной службой радиологического и ядерного регулирования Парагвай о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Заместитель генерального директора, директор Блока международной деятельностью иностранных дел Республики Парагвай Эладион Луисага, и директор Генерального директора, директор Генерального директора, Николай Николаевич Спасский, фирман, memorандум entre ла Атуредат Регулодора Радиол Fujiка и Нуклеар Дель Парагвай и Ла Корпорацион Статал Де Энергии Аттомик Росатом sobre ла Корпорацийн релатика а ла утилизации негерологи на нынешний директора, директор Германии Парагвай Радион Луисагамп Продолжение следует... 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 И у нас очень хороший потенциал совместной работы в научно-технической сфере. Только что вы присутствовали при подписании меморандума между Росатомом и Национальной службой радиологического и ядерного контроля Парагвая. В соответствии с этим документом будет развиваться взаимодействие в области использования атомной энергии в мирных целях и будут начаты переговоры по таким перспективным направлениям, как развитие ядерной медицины, совместное производство изотопов, строительство соответствующих установок для сохранения сельскохозяйственной продукции. Ну и мой коллега, господин министр, использовал свое пребывание в Российской Федерации для встреч в том числе и в руководстве торгово-промышленной палаты, в ходе которых также обсуждались перспективные направления сотрудничества в других областях. У нас плодотворные обмены в сфере образования, включая подготовку кадров по гражданским специальностям и для правоохранительных органов Парагвая. Есть и планы расширять такое сотрудничество. Констатировали успешное действие соглашения, которое было подписано в 2007 году, когда я посетил Асунсион с визитом между дипломатическими академиями наших стран. И мы с удовлетворением отметили интерес наших парагвайских друзей к расширению связей, в том числе образовательных, научных, с дипломатической академией и еще одним учебным заведением, которое при Министерстве иностранных дел России функционирует, имея в виду МГИМО-университет. У нас близкие и даже совпадающие позиции по многим ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Мы выступаем за формирование более справедливой, демократической, полицентричной архитектуры, которая учитывала бы и отражала бы культурно-цивилизационное многообразие современного мира и опиралась на устафон и в целом принципы международного права. Мы договорились активизировать наши совместные усилия в различных форматах и по двусторонней линии, и по линии многосторонних структур в целях более эффективного противодействия терроризму, другим вызовам и угрозам современности. Мы, как и Парагвай, твердо выступаем за неприятие практики односторонних санкций в межгосударственном общении. Отметили развитие контактов между Российской Федерацией и интеграционными объединениями в Латинской Америке, перспектив сотрудничества России с СИЛАК, сообществом латиноамериканских и карибских государств УНАССУР. Подтвердили также планы, которые уже согласовываются между Меркосур и Евразийским экономическим союзом. В целом, я думаю, итоги переговоров четко подтвердили обоюдную готовность к уклублению партнерских отношений, и будем активно претворять результаты сегодняшних бесед в жизнь. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый министр Сергей. Большое спасибо. Для нас это высокая честь, и мы с большим удовлетворением находимся в Москве. Я в качестве министра иностранных дел и, будучи представителем нашего правительства, я здесь нахожусь с официальным визитом, поэтому это позволяет нам обсудить наши двусторонние отношения, которые сейчас переживают прекрасный период. Как сказал уже господин министр, нам повезло, и в этом году мы принимали с визитом патриарха Кирилла. После того, как он встретился в Гаване с папой Франциско, он после этого приехал к нам в страну, находился он три дня в нашей стране, и, безусловно, мы принимали его со всеми почтами, которые заслуживают этот человек. И был сделан важный шаг в том, что касается дальнейшего сближения, которое мы сейчас переживаем, сближения между Парагваем и Россией. Я сказал уважаемому министру о том, что экономические отношения в Парагвае не руководствуются экономическим балансом и коммерческим балансом. Мы что-то покупаем, что-то продаем, мы не этим руководствуемся. Мы стремимся к сближению дальнейшему в экономической сфере. Парагвай приглашает деловые круги России присоединиться к нашей цепочке ценностей, которую мы развиваем в нашей стране, ценовой цепочке в нашей стране. Плюс мы приглашаем их на наш рынок, да и на рынок всего Меркосура, следуя правилам и нормам, которые функционируют в случае, когда экспортируются товары в Меркосур. Парагвай предлагает стабильную экономическую систему, стабильную юридическую, правовую систему. Что касается инвестиций, и Центральный банк занимается этими вопросами, что приводит к росту в нашем регионе. И в 2017 году 3,8% так оценивается рост ВВП, а в этом году 3,6% был рост ВВП. И экономическая комиссия Латинской Америки, СИПАО, также не имеет непосредственного отношения к этому. Это экономическая комиссия ООН для Латинской Америки. Мы выступаем за многосторонний мир, и мы видим Россию как важное действующее лицо на международной арене. И это приводит к тому, что наши отношения обретают все больше и больше активность. И на международных форумах очень часто наши позиции совпадают. И мы также обсудили ситуацию в нашем регионе, в Латинской Америке. Мы обсудили интегристические процессы, которые реализуются в рамках МЕРКОСУР, УНАСУР, СЭЛАК. И скоро Квартет СЭЛАК встретятся с уважаемым министром иностранных дел. Будет принято совместное заявление. Это позволит нам идти и дальше по пути дальнейшего сближения. Мы также считаем, что присутствие в Латинской Америке России очень важно, учитывая те различные области, в которых мы сейчас сотрудничаем. Парагвай благодарен за то, что до 20 стипендий сейчас повысилось количество стипендий, которые предлагаются нашим студентам. Они теперь могут обучаться в российских университетах, и вполне логично то, что от этого плюс будет огромный для нашей страны. И, может быть, вы не знали об этом, уважаемые представители СМИ, но в Парагвае 70% нашего населения моложе 35 лет. Это молодое очень население, и мы хотим, чтобы эта значительная молодая сила стала движущей силой и поддержкой для более опытных людей, живущих в моей стране. И тогда, опираясь на эти молодые силы, наше развитие будет более стабильным и более долгосрочным. Мы также обсудили, и мы благодарны за это, обсудили и то, что мы будем сотрудничать в том, что касается борьбы с таким мировым злом, как мировая преступность, транснациональная преступность, как мы говорили, не знает границ, не знает законов. А мы, да, следуем законам, у нас есть границы, которые мы уважаем, но эти взаимные обязательства в борьбе с этим злом позволят нашим обществам жить спокойнее, для того, чтобы у наших детей было будущее свободное от угрозы страны наркотиков и других вредных веществ, которые подрывают целостность общества. Я хотел бы вновь сказать о том, что Парагвай рассматривает Россию как стратегического партнера, и в этом смысле у нас прошла очень важная встреча с представителями промышленности, и у нас также есть Союз промышленников Парагвая, это визави Российского союза предпринимателей, и они будут делать свой вклад в процесс интеграции в наших странах. Для нас привилегия была посещение, привилегия явилась посещение типа Академии России, мы разговаривали с молодежью, мы рассказали им об истории отношений между Россией и Парагваем, которые насчитывают более ста лет, в начале 20 века первая волна эмиграции из России прибыла в Парагвай, они оставили свой значительный вклад в культурном секторе, они, в общем-то, создали инженерный факультет, который российские инженеры способствуют этому, и он готовил наших студентов, наших специалистов, и это было важно в тот момент, в тот момент, когда наша страна испытывала определенные сложности, эти люди были плечом к плечу с нами, и в Парагвайцах течет и доля российской крови, и благодарю вас, господин министр, за этот теплосердечный прием, и вы были в Парагвай уже, я знаю, но вновь мы приглашаем вас посетить нашу страну, и вы тогда увидите те изменения, которые имели место, начиная с 2007 по 2015 год, Парагвай действительно взял на себя обязательства перед народом, перед обществом, поскольку это основа основ, именно этим мы руководствуемся в нашей борьбе с коррупцией, и теперь те фонды, которые использовались недолжным образом, мы используем на благо народа, и президент говорит о том, что к обществу надо подходить открыто, и общество должно иметь доступ к инвестициям, и мы, как должностные лица, должны этим руководствоваться в нашей деятельности. Большое спасибо еще раз, господин министр, от меня лично и от моей делегации. Я хотел бы обратиться к вам, уважаемый министр странных дел, по поводу, известно, что существует конфликт между Венесуэлой и Меркосура в отношении временного председательства Венесуэлы. Хотел бы задать два вопроса коротких. Первое. Существуют ли какие-либо пути для диалога с Венесуэлой по этому вопросу, и до каких, скажем так, как далеко может зайти это несогласие? Ну, я бы сказал так, что нет у нас разногласий. Ну, обычные вопросы, которые могут существовать в семье, есть нормы, которым мы должны следовать, мы члены Меркосура. Что касается диалога, да, да, мы всегда открыты для диалога. Это лучший политический инструмент для решения разногласий, и мы постоянно стремимся изыскать решения именно на этой основе. Как я уже говорил в самом начале, речь идет о соблюдении страны Венесуэлы норм, которые существуют в Меркосуре, и Венесуэла – это не только что основывало Меркосур, это ассоциированный член Меркосура. В 2005 году были прописаны условия инкорпорации в течение четырех лет. Они должны были взять наружение все юридические принципы Меркосура в том, что касается и прав человека, а это важнейшие условия для интеграционного процесса. Что касается функционирования Меркосура как такового, то функционирует он нормально. Неделю назад мы завершили, или, скажем так, мы начали переговоры для заключения соглашения о свободной торговле. Мы 25 лет ждали, и теперь все-таки эти переговоры начали под председательством, временным председателем Парагвая в прошлом году с июля по декабрь 2015 года. Мы организовали встречу пяти министров внешних сношений Меркосура, и именно они ведут переговоры по этому вопросу. Но еще раз хочу повторить, существует диалог, и мы хотели бы, чтобы как можно скорее ситуация была преодолена, и чтобы мы продолжали двигаться вперед. Но есть нормы и ценности универсальные по своему характеру, и мы считаем, что все государственные члены Меркосура должны их соблюдать и уважать. Телеканал Раштудия, пожалуйста. Телеканал Руси. Сергей Викторович, сегодня утро. Сергей Викторович, сегодня утро. Сергей Викторович, сегодня утро. Por la mañana, el ministro de Defensa de Rusia, señor Шоргу, dijo que Rusia cese ataques aéreos en Alepo. Si se trata de un intento más por parte de Rusia de encontrar compromiso con nuestros socios occidentales regionales Спасибо. Мало вопросов у вас. От Джабхата Нусры и ей подобных те вооруженные формирования, которые поддерживаются, оснащаются, вооружаются Соединенными Штатами, рядом европейских стран и странами региона. Могу сказать, что нам это давно обещали, как вы знаете, с февраля этого года как минимум, но ничего сделано не было под разными предлогами. У нас уже стали закрадываться сомнения, мы о них тоже говорили публично, не является ли такая позиция наших западных коллег желанием Джабхата Нусру вывести из-под удара и затем попытаться использовать ее для все-таки свержения режима Асада, вопреки всем заверениям, что таких планов не имеется и вопреки тем решениям, которые принимали все мы в Совете Безопасности ООН. Тем не менее, в Лазанне, когда мы встречались в прошлую субботу с Джоном Керри и министрами иностранных дел целого ряда региональных государств, мы договорились о том, что начнем в Женеве работу военных экспертов с тем, чтобы все-таки добиться того, о чем я только что сказал, добиться от межевания, так называемой умеренной оппозиции от Джабхата Нусру. Это можно сделать разными способами, можно эту Джабхата Нусру просто выгнать оттуда. Разумеется, мы будем поддерживать такой подход, это предусмотренный так называемым планом Стефана де Местуры, но те, кто не считает себя ассоциированными с этими террористами, они должны, конечно же, будут подписать соглашение о прекращении боевых действий, как это и предусмотрено давними российско-американскими договоренностями и принятыми в одобрении этих договоренностей резолюциями Совета Безопасности ООН. Так что, да, в Лазанне была договоренность о том, что военные эксперты все-таки постараются сделать это в отношении Восточного Олепа. Такая встреча начинается в Женеве завтра, посмотрим, каковы будут результаты. В отношении Масула. Масул – город крупный, там, по-моему, полтора миллиона гражданских лиц, если не больше. Мы, конечно, следим за этой операцией, потому что все мы заинтересованы в том, чтобы нанести поражение так называемому исламскому государству. Окружен город не полностью, насколько я знаю. Не знаю, по какой причине, может быть, просто не смогли. Надеюсь, что просто не смогли, а не то, что не захотели. По крайней мере, вот этот вот коридор, который сохраняется, да, он создает риски, что игиловцы уйдут из Ирака, из Масула и уйдут в Сирию. Мы, конечно, будем оценивать ситуацию и принимать решения как политического характера, так и военного характера, если это произойдет. И если в Сирии, где наша группировка работает по просьбе законного правительства, появятся дополнительные контингенты ИГИЛ. Надеюсь, что на это обратит внимание и коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты и которая активно участвует в операции по взятию Масула. Операция будет непростая. Она предусматривает, как и в случае с Алеппо, нанесение ударов с воздуха. Она предполагает и действия наземных сил, которых, кстати сказать, там достаточно немало. И для региональных раскладов немаловажное значение имеет то, что там даже есть соперничество за то, кто будет Масул брать своими наземными войсками. Иракская ли армия? Если да, тогда участвуют ли в этом будут шиитские подразделения? Какова роль курдского ополчения? Какова роль Турции? Между прочим, как вы знаете, там находится турецкий экспедиционный корпус. Иракское руководство активно протестует против этого. Там есть и в Ираке, по-моему, пять тысяч американских спецназовцев, которых, правда, Вашингтон позиционирует исключительно как советников. Но, в общем, пять тысяч советников – это, конечно, немало. Вот, поэтому, вот как будет в итоге сформирован этот наземный кулак, кто в него войдет, от этого во многом будут зависеть региональные расклады, повторю, и будет зависеть и та роль, которую Турция играет и будет играть, то место, которое займут курды во всех этих процессах. И, конечно же, от этого будет зависеть, как пойдут дела в отношении той задачи, которую мы давно предлагаем решать. Я имею в виду нормализацию отношений между суннитами и шиитами. Это тоже немаловажный фактор. Ну и гуманитарный аспект операции в Масуле, по некоторым оценкам, которые делают представители ООН в Женеве, в Нью-Йорке, количество беженцев из числа гражданских лиц может быть в очень широком диапазоне от 200 тысяч до почти миллиона человек, где-то 900 тысяч называется. И ни в Ираке, ни в соседней Сирии, ни в других соседних странах, куда эти беженцы могут хлынуть, сейчас адекватных возможностей принять такое количество не существует. Надеюсь, что все это было просчитано теми, кто эту операцию готовил, но пока вопросов немало. Ну и третий вопрос, который вы заняли в отношении предстоящего закрытия банковских счетов канала RT без объяснения причин. Ну ясно, во-первых, мы вчера уже делали комментарии, официальный представитель нашего министерства высказался на эту тему. Во-вторых, ну ясно, как божий день, что решение принимал, конечно, не этот банк. И вообще не банк. Никакой банк таких решений самостоятельно принять не мог. Ну и, по-моему, ситуация достаточно очевидная. И думаю, что нужно вспомнить о старой мудрости, которая гласит примерно так. Никогда не обращайся с другими так, как ты бы не хотел, чтобы они обращались с тобой. Вот, собственно говоря, и все. Уважаемые коллеги, если на этом вопросов больше нет, то мы завершаем пресс-дринференцию. Спасибо за участие. Спасибо. 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 Продолжение следует...